Восемь вечера, пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман, начинаем подробности. Кабмин. Обратный отсчет. Кто из министров не усидит в своем кресле? В заложниках у зимы половину Украины снова занесло. Переходное знамя укропа. Корбану дали понять, что партия и без него проживет. ВИП-ДТП. В Римненской области пенсионерка оказалась под колесами автозам министра, а на Закарбате поймали смертельно пьяного подполковника за рулем. Наотдыхались. У депутатов, наконец, закончились каникулы. Впереди всего одна неделя сессии. Впихнули в нее все, что прогуляли. В повестке судебная реформа, децентрализация, изменения в бюджет. Параллельно идут споры и торги за места в правительстве. Как справляться с таким количеством непростых вопросов собираются, расскажет Ольга Рыцарь. Впервые в этом году депутаты собирают согласительный совет. До конца сессии всего неделя, а работы не в проворот. Уже завтра первым делом собираются решить вопрос перевыбора в Кривом Роге и переголосовать правку, которая переносит электронные декларирования доходов и расходов чиновников на следующий год. Ближе к концу недели планируют дать зеленый свет изменениям в Конституции по поводу судебной реформы. А вот долгожданная децентрализация под вопросом. Есть позиция оттерминирования, расследования на следующей сессии. Позиция некоторых политических сил. Они считают голосы и говорят, что нет голосов. Дочекаемость разъяснения Конституции. Как раз разъяснения Конституции суда и это касается, что означает следующая сессия. Идею премьер-министра выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум в парламенте восприняли не все. Эта Конституция есть с вопросом децентрализации и никаким образом не предупреждает никаких федерализаций или других фейков, которые нам пытаются навязать. Особенности действия местного самореза, запоминайте это, происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской области, соответственно к закону. Больше вопросов не к идее премьера, а к работе его правительства. Принятые в прошлом году бюджет страны и налоговые изменения поставили в тупик пенсионеров, шахтеров и аграриев. Оппозиция предлагает рецепт, как проиндексировать зарплаты и пенсии на 200-300 гривен, а еще мораторий на ликвидацию льгот для фермеров. Мы предупреждали, что, враховывая то, что все международные эксперты дали уровень инфляции 28%, а уровень гривен до доллара 30, додатковое отримание доходов в бюджет будет приблизительно 80 миллиардов гривен. Поэтому мы задекларировали и запропонировали принятие изменений до законного бюджета, чтобы эти деньги, которые получает государство, кроме бюджета, за счет девальвации, были направлены на финансирование и индексацию зарплаты и пенсии. Мы подали изменения до податкового кодекса про мораторий на ликвидацию пильг для выработчиков сельскохозяйственной продукции до 2018 года, на два года, а за этот период отработать государственную поддержку, которая должна быть так же, как у европейских конкурентов этих наших выработчиков. Самопомощь и Батьковщина и вовсе заявили, требуют новое правительство и изменения в коалиционное соглашение. Наша команда подняла вопрос о негайную отставку уряду в полном складе, потому что на кону стоит практически жизнь страны. Мы предлагаем обговорить это на фракции нашей и откликать нашего министра из уряда. Для чего? А для того, чтобы мы с вами, как колецеянки, застил обговорение. Вважаем, что уряд сегодняшний выполнил свои задачи. Есть новые задачи, которые должны выполнять новые люди, которые имеют в этом досвид. Идею обновить состав Кабмина поддержал и спикер Гройсман. Говорит, необходимость эта назрела еще в ноябре. Только вот когда сядут за стол переговоров, пока что не определились. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, подробности в телеканал Интер. Министр, которого самопомощь хочет отозвать из правительства, о чем говорилось в сюжете, это глава Минагрополитики Алексей Павленко. Напомню, в прошлую пятницу в партии заявили, хотят отозвать его из Кабмина, поскольку не желают присутствовать в слабом и коррумпированном правительстве. Сам министр сразу же написал в фейсбуке, что такого не ожидал. Утверждают, его просто поставили перед фактом. В субботу в интервью нам Павленко заявил, что свою возможную отставку хочет обсудить на заседании фракции. А вот как возникший конфликт комментируют политологи. Если говорить о самопомощи, то, на мою думку, они, на мой взгляд, ударили в штангу. Цей демарш или политический маневр самопомощи, на самом деле, выходит или обгрунтовывается исключительно интересами политической партии самопомощи. Потому что они неодноразово заявляли, что они не имеют отношения к кабинету министров. Мы это очень хорошо помнимо. Особенно на начале и потом, когда были определенные достижения в агромысловом комплексе, они постоянно подкрасивали, что их министр, представник именно от них в Кабмине, он самый лучший. И теперь они говорят о том, что он должен пойти с посади. То есть, на самом деле, мы видим ланцюг этих политических действий, я бы не сказал, певной безответственности. Поэтому в данном случае я считаю, что они меньше всего думают про коалицию, про то, чтобы она работала в данном случае, а больше думают про свои какие-то политические дивиденды. Суть этого Демарша в том, что самопомощь, очевидно, понимая логику развития ситуации, начала подготовку к предвыборной кампании. Об этом в СУЕ мало кто говорит, но то, что сегодня происходит, мы видим углубляющийся конфликт между некогда единой коалицией, мы видим разность подходов, а все это неумолимо ведет к одному, к политическому кризису. А выход из политического кризиса, ну, собственно, цивилизованный вариант выхода, это досрочные выборы. Здесь стремление показать себя в качестве оппозиции. Естественно, в ситуации, когда у власти что-то не получается, все плохо, бонусы получает оппозиция. И самопомощь себя пытается позиционировать такими действиями, как некая оппозиция во власти. Позиция самопомощи относительно главы аграрного ведомства абсолютно непоследовательна. Об этом заявил одному из изданий нардеп Борислав Береза. По его словам, есть три причины это звать министра. Некомпетентность, выход фракции из коалиции или шантаж своих коллег по коалиции и премьера. Последний путь сейчас и выбрала самопомощь, считает Береза. То ли лидер, то ли не лидер. Вместе ли еще укропы Геннадий Корбан. Второй день он и его партия не могут разобраться, кем друг другу теперь приходится. Сам Корбан сегодня заявлял, что остается главой полицилы. В этом заверял журналистов во время заседания апелляционного суда. Там сегодня рассматривали жалобу адвокатов, изменять или нет задержанному меру пресечения. Содержание под стражей на домашний арест. Подробности и заседания, и партийной истории у Ирины Романовой. Почти месяц адвокаты, а их уже около десятка, пытаются вызволить своего подзащитного из-под стражи. Геннадию Корбану, которому, напомню, меняют создание преступной группировки, присвоение денег и похищение людей, в конце декабря Днепровский райсуд столицы заменил домашний арест на содержание под стражей. Параллельно защитники заявляют и другие ходатайства. Например, убрать из зала для заседаний клетку. Три заседания он находится в клетке. Уже есть факт порушения конвенции. Нарушением, считают адвокаты, было и решение Днепровского райсуд столицы. Печайский суд имеет обязательство и право слушать эту справу. По первой инстанции. А это, что произошло в Днепровском районном суде, это грубое порушение законодательства. Доказательства защитники предоставили суду на 15 страницах. Чтобы ознакомиться с бумагами, судья предложил отложить заседание. К тому же из всех адвокатов Корбана пришли только шесть. Да и клетку еще не успели заменить. Для проведения зала судовых заседаний в соответствии к вымогу конвенции, нужно примерно один неделю. Обвинения не против, а вот адвокаты просят перерыв. Посоветовавшись с Корбаном, заявляют. Я считаю, что за неможливое перенесение данных в рассмотрение этой справки. Я на сегодняшний день возглавляю одну из самых сильнейших, мощнейших партий Украины. Украинское объединение патриотов Украины. И мы не хотим, чтобы общественность была введена в бумагу. Мы не хотим, ни я, ни моей защиты, чтобы кто-то думал, что мы прячемся от правосудия. Но ведь и с клеткой слушать дело нельзя, доказывает судья и постановляет. После заседания адвокаты еще долго что-то обсуждают в зале. А Корбан комментирует журналистам решение полицовета Укропа о смещении его с поста руководителя. Политрада должна собраться еще раз и обсудить решение письменного своего согласия. Я не давал на отставку с поста головы Политрады. Может быть это техническое решение. Я еще раз говорю, мне сложно пока комментировать, поскольку я имею очень ограниченное общение только со своими адвокатами. Напомню, в прошлую пятницу полицовет Укропа решил временно избрать своим главой Дениса Борисенко, руководителя секретариата. Как говорится на сайте партии, из-за того, что Корбан под стражей, работа Укропа парализована. Но как только он вернется с заключения, решение отменят. Что это, раскол в рядах Укропа, пока сказать сложно. 23-го вечером на своей странице в фейсбуке Андрей Денисенко написал. Смещение Корбана с должности, измена, в повестке дня его не было. Присутствующих обманули, сообщив, что Корбан дал на это добро. Прокомментировал вчера вечером новость и мэр Днепропетровска. Борис Филатов видел все своими глазами. Мол, кое-кто, включая Борисенко, аргументировал переизбрание главы тем, что без Корбана по уставу собрать полицовет невозможно. А на 12 февраля уже назначен съезд партии. Сегодня, правда, этот пост со странички Филатова исчез. Зато в фейсбуке Денисенко появился новый. Мол, утром на суде Корбан подтвердил, что остается лидером Укропа. Поэтому решение полицовета должно быть отменено. Ирина Романова, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. В Украину вернулись сильные морозы. В Днепропетровской области утром температура доходила до минус 20. Дороги, которые не расчистили после снегопадов, превратились в каток. Например, трасса Днепропетровск-Харьков сплошь покрыта слоем льда. И справиться с управлением на такой дороге водителям очень сложно. Из-за этого машина начинает вращаться вокруг своей оси, оказывается на обочине. Но и там выбраться из снежной каши самостоятельно практически нереально. На проблемных участках курсируют полицейские патрули, выталкивают съехавшие авто. Помогают друг другу и проезжающие водители. В такую погоду придержаться дальней поездки. Потому что видите, какой мороз. Крутнуло. Съехал в ту сторону и скорость-то 40 километров. Прямо целиться сделать? Не лучшая ситуация на окраине столицы. И в самом Киеве с утра здесь метет снег. На дорогах машины практически не едут. Водители часами простаивают в пробках. На выезде из Киева находится моя коллега Елена Митясова. Она с нами на связи. Лена, я тебя приветствую. Скажи, насколько сложная ситуация? И как ты видишь, справляются коммунальные и дорожные службы или нет? Алексей, добрый вечер. Снег метет в столицу, заметает. По дорогам не проехать. Скользко и тянучки. По информации столичная патрульная полиция, заторы в Киеве сейчас достигают 10 баллов. Сейчас я нахожусь на выезде из Киева. Это Житомирская трасса. Здесь ограничили движение габаритного транспорта. Фуры не пускают. И уже на обочине они стоят более трех часов. Здесь нет? Нет. Здесь сейчас стою. Там стоял, тут стою. Можно там полчаса постояли, по чуть-чуть машины пропускать. По чуть-чуть. Это будет нормально. Изначально чиновники обещали, что фуры будут стоять на въезде в Киев до 19.30, пока в городе работает снегоуборочная техника. Но, как мы видим, до сих пор фуры стоят здесь. Ситуация находится под контролем. Транспорт Киева автодору, специальный транспорт, был выведен на позиции еще об 11.00, об 12.00 в день. Водителям на дорогах нелегко. Приходится быть предельно внимательными. Но сегодняшний снегопад назвать чрезвычайным чиновники не могут. Есть, да, певные заторы, есть певное уменьшение швидкости, но суттєвого уменьшения аварийности нет. Тут единственное, что нужно очень важно не быть водителям, не допустить аварийных ситуаций. Пока что шесть аварий, не так много. В Укргидрометцентре обещает засыпать. Киевснегом будет до завтрашнего вечера. А уже завтра потеплет. И вот буквально сейчас мы видим, фурам дали зеленый сигнал, и они поедут в город по своим делам. Судя. Ну хорошо, что водители уже отмучились. Лена, спасибо тебе. И извини, что тебе пришлось сегодня немного померзнуть. Это была Елена Митясова о том, что натворил сегодня снег под Киевом, ну и в самой столице. Хотя стоит признать, что по сравнению с американской стихией мы еще отделались легким снегом. США подсчитывают ущерб от снежного шторма, который все выходные бушевал на восточном побережье. Многие улицы и машины по-прежнему в сугробах. Большинство учреждений сегодня были закрыты. Один из самых сильных ударов стихия нанесла по столице, Вашингтону. С подробностями наш корреспондент Тихон Зятко. Этот снежный шторм еще за несколько дней до его начала называли сильнейшим за последние годы. И так и произошло. Стихия обрушилась на 11 штатов восточного побережья в пятницу. Шторм продолжался все выходные. И сегодня, хотя снег не идет и светит солнце, ситуация далека от нормы. Нью-Йорк, крупнейший город на побережье, почти полностью вернулся к обычной жизни. Столица США, Вашингтон, по-прежнему на осадном положении. Утром начали работу только несколько веток метро и линии автобусов. Школы и государственные учреждения закрыты. По многим улицам по-прежнему невозможно проехать. Там застревают машины, и водителям приходится откапывать их лопатами. Городские службы начали чистить улицы лишь накануне. И этого явно недостаточно. Заживет ли город нормальной жизнью хотя бы завтра? По-прежнему большой вопрос. Вот как Вашингтон и его окрестности запечатлели накануне из космоса. Как будто бы ледяная пустыня. Жители Вашингтона, которые почти всю субботу и пятницу не могли выйти из своих домов, накануне решили извлечь плюсы из ситуации. Сотни людей отправились в парки, где устраивали настоящие снежные битвы. Все же столь сильные снегопады в американской столице бывают далеко не каждый год. Впрочем, от снега далеко не только веселье. Власти подсчитывают ущерб. За три дня были отменены более 12 тысяч рейсов. Аэропорты по-прежнему работают с серьезными перебоями. Стихия нанесла ощутимый удар американской экономики. По разным оценкам, ущерб составляет от 350 до 700 миллионов долларов. Не обошлось и без жертв. Стихия унесла жизни как минимум 25 человек. Они погибли в результате ДТП, отравления угарным газом и сердечных приступов во время уборки снега. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Китай поддерживает предложение Украины о создании транскаспийского транспортного пути. Он проходит в обход России. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Этот маршрут начинается в Украине. Далее следует через Черное море в Грузию, Азербайджан. Затем через Каспийское море в Казахстан. И там уже до границы с Китаем. 15 января Украина, кстати, уже запустила первый экспериментальный рейс из Ильичевского морского порта в Одесской области. В Крым едут ревизоры. Совет Европы решил проверить, помнят ли на оккупированном полуострове о правах человека. Направляет туда делегацию для оценки ситуации. Продолжит Юлия Крючкова. Соблюдается ли права человека в Крыму? Вот вопрос, на который хотят получить ответ делегаты от Совета Европы. Миссия должна начать работу уже сегодня вечером. Ожидается, что они прилетят спецрейсом из Москвы. Планируют проверить, как обстоит на полуострове ситуация со свободой выражения мысли и собраний. В каких условиях работают СМИ? Соблюдаются ли права меньшинств? А также в каких условиях содержатся заключенные в тюрьмах? На территории Крыма сейчас проживают около 2,5 миллиона людей. И цель Совета Европы это сделать все возможное для того, чтобы все эти люди находились под защитой Европейской конвенции по правам человека, как все жители Европы. И в течение более чем года ни одна из международных организаций не имела доступа на территорию Крыма. И поэтому Минеральный секретарь Совета Европы принял решение направить миссию. В ходе подготовки этой миссии этот вопрос согласовывался в том числе и с пластями Украины. Действительно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще 23 января написал на своей странице в Твиттере, что совместно с генсеком Совета Европы Турбьорном Ягландом занимается подготовкой работы международных миссий в Крыму. С момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина постоянно закликает российскую сторону дать допуск международным организациям до оккупированного пивострова, с точки зрения грубых порушений основоположных свобод и права человека. Как именно представители Совета Европы будут собирать информацию и с кем встретятся, известно немного. Пресс-подходов пока не запланировано. Делегацию ожидают в Керчи на литургии в память о депортации итальянца во время Второй мировой войны, на местном крымско-татарском телеканале и в одной из школ Симферополя. С местными властями представители миссии планируют встретиться в среду. На полуострове пробудут около недели. А отчет делегация Совета Европы обнародует в конце февраля или начало марта. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Симферополь. Боевики продолжают нарушать минские договоренности. За последние сутки зафиксировано 29 обстрелов. Активизировались на линии разграничения и вражеские снайперы. В штабе АТО сообщают о пяти таких эпизодах. Один из них зафиксирован на подступах к Горловке. Оттуда вернулся Ярослав Кречко. Дым над вражескими блиндажами четко указывает украинским военным на позиции противника. Но снайперские секреты боевиков так легко не заметишь. Сегодня с двух до трех ночи работали снайпера и стрелкотня. Мы не отвечали, потому что с закрытых огневых позиций они работали. Мы не видели, куда стрелять. Поэтому, чтобы не обнаруживать себя, стрельбу не открывали. Последние пять суток на этом участке фронта замкомандиры батальона называют более-менее спокойными. Были только мелкие провокации. По любой доктрине в мороз трудно воевать. Замерзает, холодно им. Поэтому немножко относительно затишье. Но все равно пытаются лезть. Сегодня это произошло уже перед рассветом, рассказывает командир опорника. Группа из нескольких человек вплотную подошла к украинским позициям. Ответный огонь украинские военные открывают только с разрешения командования. Этой ночью добро дали. И противнику пришлось отвечать, в частности, вот из этого пулемета. Сейчас полнолуние, очень лунные ночи, очень хорошо видно. Поэтому без тепловизора эти движения были замечены. И стрелкового оружия, они просто были отогнаны назад. После этого боевики успокоились. На постах сообщают о затишне. Единственное, что на той стороне танчик часов на 10 работал. Просто, видимо, прогревался. И машины ездили. Боевики спокойно перемещаются по своим позициям, поскольку знают, украинские военные первыми огонь не откроют. Как бы не хотели в батальоне освободить оккупированные территории. В Айдаре больше ста человек, я не буду точно говорить, ну, сколько человек. Ну, больше ста. Те, которые с оккупированной территории. С Донецкой, Луганской области, с автономной республики Крым. За линией разграничения у большинства бойцов осталось жилье. Пока мужья в окопах, их семьи вынуждены скитаться по съемным квартирам уже на подконтрольной территории. Но в своем выборе никто и никогда не сомневался. Украина у нас одна. У нас нет никаких Новороссий. Ярослав Кречко, Данилий Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Депутат Тернопольского облсовета застрелил жителя Лисичанска. В прислужбе прокуратуры Луганской области сообщили, сегодня материалы дела уже передали в суд. Произошло убийство в конце октября прошлого года. Депутат приехал в Лисичанск в командировку. Там подрался с местным жителем, которого заподозрил в сепаратизме. Во время потасовки депутат выстрелил мужчине прямо в голову из автомата Калашникова. Также нам стало известно, что этот же депутат выехал в срочную командировку в Лисичанск, якобы после того, как стал участником смертельного ДТП в Тернопольской области. Мы сейчас выясняем все обстоятельства и расскажем более подробно об этой истории в наших последующих выпусках. Пьяный подполковник полиции за рулем был задержан закарпатскими патрульными. Содержание алкоголя в его крови превышало норму почти в 10 раз. Права у него отобрали. Но вот что будет дальше, узнавали наши корреспонденты. Ночью патрульные полицейские заметили на одной из дорог в пригороде автомобиль с выключенными фарами. Остановили, за рулем был мужчина в полицейской форме. Водитель вел себя неадекватно. Проверка показала, он пьян. Невнятная мова, порушена координация рух. За допомогой специального пристроя драгера было выявлено перевышение нормы алкоголя в крови. Вместо алкоголя в крови склав 1,7 промилля. Если допустима норма 0,2 промилля. Оказалось, водитель занимает высокую должность в полиции. Он подполковник, заместитель начальника отдела по борьбе со взяточничеством в управлении по защите экономики нацполиции. Мы попытались выяснить, как факт задержания в пьяном виде отразился на его карьере. Выяснилось пока никак. А вот глава нацполиции пообещала, с сотрудниками, которые нарушают законы, будут прощаться. За два месяца работы патрульные задержали в Закарпатии четырех своих коллег, которые управляли авто в пьяном виде. Трое уже уволены. Патрульные говорят, что эти выходные стали рекордными по задержанию пьяных за рулем. Зафиксировали целых 16 таких случаев. Это даже больше, чем за новогодние праздники. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Патрули на трассах. Полицейские сменили гаишников на международных автодорогах во Львовской области. Дежурить будут круглосуточно. Для чего? Выясняла Кристина Гошенко. Львовская область. Трасса международного значения Киевчоп. Бывший пост ГАИ. Сегодня здесь на службу заступают патрульные полицейские. Функции те же, что и предшественников инспекторов. Оформлять ДТП, следить за порядком. Но только все время в движении. Стоять, как раньше, в машине в кустах запрещено. Патрульный Николай Билас до этого пять лет работал в ГАИ. Вы сами знаете, как это было, что сказали, что там ховаются в кустах. То есть это была гонитва за показником. Сейчас этого нет. То есть действительно есть порушения, зафиксировали. Если нет порушения, не зафиксировали. Это нормально. Это по-европейски нормальный подход. Стационарные посты сохранили. Их в области всего три. Здесь принимают информацию. Замок 702. Садорога на Зерскотке. Какая ситуация? Патруляем отрезок, шляху, Львів, Пусть. Все спокойно. С повышением скоростей за неправомерным переобегом автомобилем. Автомобили, которые проводят в розшуку, также будем с этим бороться. С контрабандой, соответственно. Следить за порядком на трассах во Львовской области будут 30 полицейских. А к маю под их наблюдением будут все трассы международного значения в Украине. Бывшие ГАИшники, чтобы остаться в правоохранительных органах, должны пройти переатестацию. Сначала ее проведут в Хмельницкой и Ренинской областях, затем во Львовской. Несмотря на то, что именно здесь и началось реформирование. Почему так, объясняет глава нацполиции. Очень много людей жаловались, писали, что реально ГАИшники, которые стояли, они правда грабили людей. У нас два основных врага. Это криминал и это коррупция внутри системы. Будем очень сильно и очень жестко с ними бороться. Получается патрулирование международных трасс. Полицейские будут столько же, сколько их коллеги в городах. 8 тысяч гривен. Следующей областью, где сотрудников ГАИ заменит патрульное, полицейские станет Харьковская. Кристина Гайшенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Продолжаем подробности. И вот что узнаете из второй части выпуска. С новыми тарифами. Киевлян заставят платить за тепло еще больше. Не спустить с рук. В Ривне поднялась волна протестов против безнаказанности врачей, допустивших гибель ребенка. Загадка немытого клубня. Как фото картошки может стоить миллион. Врадиевскими настроениями повеяло в Ривненской области. Жители подняли волну протестов против медицинской безнаказанности. Комиссия облздрава не нашла причинно-следственной связи между действием врачей и смертью пятилетнего ребенка в ноябре прошлого года. Что после этого началось, подробнее Инна Белецкая. Их около 150 человек. Они в защитных масках. Жители города Ривна объявили карантин безнаказанности медикам. У бабушки в руках фото внука в черной рамке. Активный и здоровый малыш скоррел за ночь в областной детской больнице. Единственное, о чем просил. Глоток воды. У него была рвота. Не можно ему пить, ни капельки пить. Вот я подивился и пошел. Вот я с ним обтирали. Позведь лекаря. Где ты УЗИ? Позведь лекаря. Хай дозволить пить мне. Хай тату подокупить минеральной воды. Ручку наставить до него. Я хочу просто воды. Дежурный врач зашел в поле дважды. Излечение, укол, аналгина с димедролом, ножпа и обтирание уксусом. Врач спал, пока ребенок угасал. Посмертные диагнозы постоянно менялись от ОРВИ и токсического шока до болезни Крона, которую будто бы проведели городские врачи. И вот вывод Следственной комиссии облздрава. В каком указано, что между действиями лекаря и смертью хлопчика причины на следственном связи нет. Из таких медичных выяснений и формуется доказательная база. Им все нужно списать. Жители Ривны требуют от чиновников объяснений, как это врач, не уделявший ребенку никакого внимания, не виноват. Вы руетесь пояснением запиской Думановского, который утверждает, что он просто не записал. Он стоп призначен, что он ходил к детям. Он не ходил. Это председатель комиссии. Посмертение, вымир температуры, пальпация животных. Я вам говорю, мы дослеживали документацию, которая была надана на комиссии. А в документации четко описано, что делалось. Этот человек долгое время работал с матерью хирурга Думановского, того самого дежурного врача, на смене которого умер Коля. Его семья, известная в городе династия. Мать курировала вопросы охраны материнства и детства в облздраве. Отец руководил детской областной больницей и лично назначил сына за в отделение плановой хирургии. Но в суде факт коррупции не признали. Мать хирурга сейчас, она замначальника управления и мест статистики, сидит несколькими этажами выше облздрава, где расследовали. Действия сына. Сын надавал допомогу. Не можно сказать, что дитина была залишена без медической допомоги. Моему сыну не вынесена подозра. Его ни где не выкликали. Участникам акции «Карантин безнаказанности» удалось добиться, чтобы начальник облздрава приобщил двоих активистов к работе комиссии по делу Коли в Киеве. Более того, он фактически признал несоответствие в выводах своих подчиненных. Я лично возьму слово на комиссии и это озвучу, так как есть какая-то неответственность этих слов. Я вам обещаю, что я всереду все озвучу дословно, как я вам скажу. Доследуйте в сейдовице два абзаца и речения. Акция продолжается. Участники обещают следить за ходом расследования. Тем временем по делу по факту гибели ребенка врач Думановский проходит как свидетель. И уже в феврале через суд попытается восстановиться на работе. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны. 78 ПТУ в стране оказались на грани закрытия. Преподавателям нечем платить зарплату, детей-сирот, а таких среди студентов 30% не за что кормить. Кроме того, через две недели в заведениях могут отключить тепло и электричество. Об этом сегодня рассказывали чиновники Минобразования. С этого года в процессе децентрализации власти финансирование ПТУ легло на плечи местных властей. Но во многих регионах средств не хватает. Например, чтобы профинансировать четыре профессионально-технических училища в Бердичеве, необходимо отдать половину городского бюджета. Некоторые местные советы отказываются выделять деньги на ПТУ. Якобы есть более важные расходы. В Минобразовании признают ситуация критическая и просят Минфин и премьера помочь. Нас запомнили, что относительно финансирования проблем не будет. Мы тоже поддерживаем Министерство процесса децентрализации. И мы за это. Но когда мне звонят директоры профессионально-технических училищ, которые не имеют профессионально-технических училищ, я не могу им что сказать. Бюджет города складает 17 миллионов. Весь. И освита, и охрана здоровья, и коммунальные. И так далее. А бюджет профессионально-технического училища аграрного, который растошел на данном миссии, является 8 миллионов. Информуемо и будем информовать премьер-министра. Очередная серия судебного заседания по делу Геннадия Кернеса. Киевский суд Полтавы сегодня допросил двоих высокопоставленных свидетелей. Экс-начальника Харьковской милиции и нынешнего заммэра города. Что они рассказали и как это восприняли стороны? Посмотрите дальше. Как всегда в этом маленьком зале заседаний не протолкнуться. Армия адвокатов Геннадия Кернеса, следователи прокуратуры, фигуранты дела, пресса. Где-то на галерке активисты с плакатами Кернеса к ответственности. Сегодня опрашивают свидетелей заместителя Кернеса и бывшего главу управления милиции Харькова. Обвинители пытаются доподлинно воспроизвести все события 25 января двухлетней давности. Именно тогда и было совершено нападение на активистов Харьковского Майдана. 25 января 2014 года вы видели этого человека, этого охранника? Где? Если не видели, то сообщите где? Нет, не видел. Это экс-глава городдела милиции об охраннике Геннадия Кернеса. О самих пострадавших рассказывает более охотно. Помнит, как они приносили заявление об избиении. А вот Синяков или ушибов на телах, говорит, не видел. Самих пострадавших в зале суда сегодня нет. Их адвокат показания правоохранителя комментирует с иронией. Они не вовсе попадают в те обстоятельства, которые сам святок поведомлял во время досудового расследования. Но, на мою думку, это и линия защиту, потому что эти обстоятельства поведомлял мой клиент потерпели. Фактически, если святок их выясняет, то он частично выясняет винным себя так же. Показания заммара Харькова тоже в пользу Кернеса. Сам обвиняемый в перерыве устало озвучивает свою неизменную позицию. Я обвиняюсь только по словам потерпевших, псевдо-потерпевших. Никаких других доказательств моей причастности и участия в этом вопросе на предварительном следствии не было. Во время заседания, впрочем, Кернес ведет себя энергично. То и дело отпускает реплики в адрес обвинителей. Все вопросы прокурора и в прошедшем судебном заседании по другому свидетелю Морчуку сводятся к нагнетанию ситуации и давлению на свидетелей. Показания свидетелей представитель гособвинения никак не комментирует. Говорит, лишь эмоциональные выпады обвиняемого затрудняют слушание дела. Это нарушение процесса. Человек выскакивает, выкрикивает, ну, выскакивает, имеется в виду, с выкриками пытается отвергать процесс, от своих комментариев. Я думаю, что эта ситуация необходима с людьми жесткой и более жесткой. Следующее заседание обещает быть более жарким. Допрос свидетелей планируют провести в присутствии потерпевших. Назначено заседание на 1 февраля. Катерина Марченко, Наталья Грищенко. Подробности телеканал Интерполтава. Камеры избирательного наблюдения. В Широкине во время обстрела отключилась камера наблюдения ОБСЕ. Подробнее об этой ситуации в материале Александра Пантелеймонова. Сейчас по Широкине стреляют, конечно, немного меньше, чем раньше. Но повреждений и разрушений здесь настолько много, что старые от новых уже сложно отличить. Находиться здесь по-прежнему очень небезопасно. Прострелить там крайние наши точки, прощупать. Когда их обстрелят, начинают отходить и их прикрывают. С блокпоста, с позиций, с новых, старых позиций. Думаю, а так, значит, спокойно. За всеми нарушениями должна наблюдать миссия ОБСЕ. Даже камеру установили прямо на наших позициях. Но оказалось, и видеокамера может не заметить обстрела. АГС и ДШК, стрелковое оружие. В том числе, использовались и заоборонены минскими договоренностями за 20-мм минометы. Но так сталося, что как раз 18 числа вечером как раз отключилась камера спостерегачей ОБСЕ. То есть, этот бой с их стороны не был зафиксован. Как нам пояснили, было оно отключено с технических причин. Такие обстрелы в Широкино это скорее не тактический ход или попытка наступления. А жест отчаяние, говорят при службе сектора Мариуполь. Потому что наши войска прочно занимают высоты, с которых все Широкино видно, как на ладони. Вот как раз в ночи нам передали по новинам, все с 12.00 у нас тиша, перемирие. Мы хорошо, добре сидим на посту, у нас как раз тут 12 попало дежурство. Чуемо, ба-ба-ба-ба-ба, постреляли. Вот на таких перемириях. Атаки какие-то безумные, малыми группами. Кстати, особого внимания миссия ОБСЕ не обратила и на недавние обстрелы поселка Старогнатовка, но уже из Гаубиц. Там камеры не установлены. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблиный, Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. С начала конфликта на Донбассе в Украине пропали без вести не менее 2000 человек. Об этом заявил руководитель делегации Международного комитета Красного Креста Алан Эшлиман. Судьба этих людей неизвестна, добавляет он и подчеркивает, что точное число установить крайне сложно. Красный Крест готов помочь сторонам в обмене пленными и сейчас продолжает работать над тем, чтобы получить доступ ко всем взятым под стражу во время восточного конфликта. Слова в поддержку Украины произнес в своей первой речи новоизбранный президент Пассе Педро Аграмонт. Говорил о непростой ситуации на востоке страны. Подчеркнул, как важно украинцам скорее восстановить контроль над своими границами. Политик призвал немедленно освободить нашу летчицу Надежду Савченко, а также выразил солидарность с украинцами, которые свергли коррупционный режим Януковича. Аграмонт, член Пассе от Испании, в парламентской ассамблее возглавляет Европейскую народную партию, известен своими заявлениями в поддержку Украины, на президентском посту проработает до 2018 года. И еще одно назначение в Пассе. Нардепа Юлию Левочкину, члена делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, от оппозиционного блока, избрали в руководящий орган социалистов. Группа социалистов доверила ей должность члена бюро группы, как представителя Украины на этот год. Напомню, ранее бюро Пассе переизбрало Левочкину членом мониторингового комитета. Социалисты вторая по величине депутатская группа в ассамблее. Джихадисты угрожают. Главные действующие лица парижских терактов появились в ролике исламского государства и предупредили, что следующий на очереди Лондон. О реакции Европы София Гордиенко. Этих антигероев Франция знает в лицо, а потому, когда в одной из соцсетей, а после на сайте Аль-Хаэт Медиа Центр, это такой интернет-пропагандистский ресурс исламистов, появился ролик с отсечением голов и угрозами, главных действующих лиц тут же опознали. Поют, кстати, на французском, мол, мы выбрали Аллаха, для него будем вас пугать и себя ему посвящать. На кадрах, предположительно, четверо выходцев из Бельгии, трое из Франции и двое иракцев. На одном из видео фигурирует мужчина, который очень похож на предполагаемого координатора парижских нападений Абдельхамида Абауда. Он погиб в результате спецоперации правоохранителей. Главный месседж, хоть эти товарищи, совершившие джихад в Париже, уже отправились на небеса, у нас есть и другие горячие головы, способные совершить подобное. И место указано. На видео появляются лондонские ландшафты и даже Дэвид Кэмерон. Первым на угрозы отреагировал президент Франции Франсуа Алан во время официального визита в Дели. Им не удастся оказать на нас давление. Все, что они хотят, это запугать нас. Но на самом деле мы станем еще более решительными и продолжим борьбу с ИГИЛ. По странному стечению обстоятельств, сегодня на Амстердамской набережной руководители Европола представили публике свой отчет. Ничего кардинально нового, но из него следует, что угроза теракта сохраняется. Национальные эксперты согласились с мнением разведки, что ИГИЛ имеет желание и возможность наносить новые удары по Европе. Впрочем, кроме этих заявлений, Европол собирается и действовать. Создать совместно с французами и бельгийцами спецподразделения, занимающиеся выявлением джихадистов в Европе. Пока с такими превентивными мерами, увы, здесь было туго. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер. Но как только президент Франции уверил, что французов ИГИЛ не запугает, тут же глава региона Норпа-де-Кале призвал правительство ввести войска в портовый город Кале. Сейчас с нами на прямой связи моя коллега София Гордиенко. Она работает во Франции в эти дни. София, здравствуй. Скажи, почему звучат такие странные призывы, насколько они серьезны и отреагировал ли уже на это Алант? Да, Алексей, на самом деле такие призывы ввести войска звучат из-за мигрантов. То, что в субботу произошло в Кале, симпатии к ним среди местных жителей не добавило. Вначале на этих кадрах видно, как мигранты пытаются пробиться в порт, зная, что это незаконно. Молодые парни закрывают лица и не реагируют на призывы полиции отступать. Ограждение ломают и пробираются вот на палубу корабля. Команда водой пытается согнать незваных гостей. Сегодня в город приехал Ксавье Бертранет, руководитель региона Норд-Подкале. Выслушивал жалобы местных жителей и обещал действовать. Да это невозможно. Сколько так будет продолжаться? Мы каждый день ждем катастрофу. Обычно надо дождаться драмы, чтобы отреагировать. Но мы поступим по-другому. Мы уже будем реагировать. Надо сказать, что призыв главы региона ввести в подкале войска звучит странно, так как кризис с мигрантами здесь не новость. Люди жалуются на опасное соседство более чем регулярно. И что главное, военные ведь сегодня патрулируют всю Францию после недавних терактов. Но Ксавье Бертрана тоже понять можно. Прошел лишь месяц после региональных выборов. А он, как и все кандидаты, обещал именно эту проблему решить. Впрочем, власти страны пока никак не отреагировали на этот призыв. Алексей? Ясно, спасибо. На связи из Франции. С подробностями была София Гордиенко. А полиция Швеции расследует обстоятельства резни в приюте для беженцев. Молодая женщина, 22 лет, сотрудница Центра помощи несовершеннолетним мигрантам в городе Мельндаль, скончалась от ножевых ранений в больнице. Имени и национальности преступника полиция пока не называет. Известно, что в приюте находились подростки от 14 до 17 лет. Что стало причиной убийства, пока тоже неизвестно. И как раз сегодня глава национальной полиции Швеция обратился к властям с просьбой увеличить количество стражей порядка в связи с притоком мигрантов и повышенной террористической угрозой. Европейские лидеры меняют правила Шенгена, но только чтобы его укрепить, но мигранты уже заявили о дискриминации. О новом недопонимании между принимающими и принимаемыми расскажет Оксана Кундеренко. В Великобритании новый вид дискриминации. Мигранты из Кардифа добились того, чтобы с них сняли браслеты. Ранее всем бездомным и безработным, которые получали бесплатную еду, надевали на руки пластиковые браслеты, а без них отказывались кормить. Беженцы жаловались, что увидев на руке отметку, местные недружелюбно высказывались в их адрес. Да сейчас многие сравнивают эту ситуацию с отелем «Все включено», где постояльцы еще недовольны. В британском обществе вообще наметились сдвиги вправо. В пригороде Лондона Лутон десяток ультраправых активистов организовали так называемый «христианский патруль» и задирались с мусульманскими прохожими и продавцами. Проблемы веженцев сегодня на повестке дня и у европейских министров. Мы явно не можем защитить внешние границы ЕС, особенно границу Греции с Турцией. Поэтому зону Шенгена нужно сдвинуть внутрь Европы. А Греции стоит усилить свои ресурсы и принять любую помощь. Именно австрийцы наделали шуму, пригласив закрыть границы с Грецией. Тогда Шенгену конец. С печальной перспективой готовы мириться многие лидеры. Но вот сохранить зону свободного передвижения любой ценой пытаются еврочиновники. Усиленный контроль, действующий на внешних рубежах, хотят продлить до конца года. И выделят на это больше средств. Согласились во время встречи министры внутренних дел. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Будущее Сирии, откуда и бегут в основном беженцы в Европу, может решиться уже в ближайшее время. За столом переговоров между сирийской оппозицией и правительством. Кто их свел? Где и когда может состояться этот разговор? И пожертвуют ли Асадом? Все расскажет Данил Русаков. Москва пойдет на компромисс США по разрешению сирийского вопроса. Речь о том, кто именно будет вовлечен в процесс политического урегулирования конфликта, а также о будущем Башара Асада. По неподтвержденной пока информации решение будто бы уже есть. Эти слухи гуляют по коридорам ООН. Как именно удалось преодолеть разногласия о будущем арабской страны пока неизвестно. В московском МИДе официальных комментариев на этот счет нет. Прежде стороны разделяла внутри политическая повестка ближневосточного государства. А именно список потенциальных претендентов на власть, разумеется, что в будущем. Москва выступила категорически против включения армии ислама в переговорный процесс. В свою очередь Вашингтон отрицал участие поддерживаемых Кремлем сил Асада. Но как стало известно сегодня, и те, и другие должны прибыть в Швейцарию. Там собирается решить судьбу Сирия. Авторитетное западное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уже сообщило. Переговоры должны пройти уже в самое ближайшее время. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканал Интер. Жили в ограничении. Хватит. Несанкционный Иран привез в Европу миллиардные сделки. Президент страны Хасан Рухани впервые после отмены международных санкций отправился в турне по европейским странам. Начал визит с Италии. Там встретился с президентом Серджио Матарелло и премьер-министром Матио Ренце. Завтра утром у иранского президента встреча с папой римским Франциском. Кульминацией визита должно стать выступление Рухани на экономическом форуме в Риме. Уже известно, Италия готова подписать с Ираном контракты на сумму более чем 18 миллиардов долларов. Дальше Рухани отправится во Францию. Вот в Париже иранский президент планирует договориться с компанией Airbus о поставке 114 самолетов. Деньги с земли. Фото картофеля ушло за миллион. Кто же так любит корнеплод? Об этом и не только узнаете в нашем обзоре. В Калифорнии трое заключенных сбежали из тюрьмы строгого режима. Полиция ломает голову, как им удалось перепилить толстые стальные прутья камер и пробраться в коммуникационный туннель. Все беглецы особо опасны. Их обвиняют в убийствах и пытках. За информацию о них полиция обещает 30 тысяч долларов награды, а ФБР готова подкинуть еще 20. Любовь к мусульманам решила привить британцам 18-летняя Муна Адан. Девушка завязала глаза и с табличкой «Я не террорист. Если верите, обнимите меня» стала в центре Лондона. За день британцы и иностранцы обняли Адан десятки тысяч раз. Многие даже говорили, что любят ее. На флешмоб девушку вдохновил подобный поступок мусульманина из Стокгольма. Девять месяцев в одной лодке. Четыре британки пересекли Тихий океан на веслах и стали первой женской командой, совершившей такое путешествие. Они преодолели 15 640 километров и финишировали у берегов Австралии. Спортсменки стартовали еще в апреле прошлого года. За это время пережили немало приключений. Например, долгое время их сопровождала стая акул. Благодаря путешествию девушки собрали 78 тысяч долларов и передали их военным и больным ракам. Миллион евро за снимок картофеля заработал самый известный фотограф Силиконовой долины, ирландец Кевин Эбош. Покупателем стал европейский бизнесмен. Фотограф рассказал, что перед выгодной сделкой они выпили два бокала вина, а потом заказали еще два. Эбош известен своими снимками знаменитостей, однако именно фото картошки стало одним из самых дорогих в истории фотографии. Соцсети в ответ разразились потоком футажап. Мисс Вселенная рассказала о своих амбициозных планах. После победы на конкурсе красоты филиппинка Пия Алонса Вурцбах не против сыграть девушку Бонда и готова рассмотреть подобное предложение. Сегодня Вурцбах впервые после конкурса вернулась на родину. В ее честь в Маниле устроили настоящий парад. Рекс вышел на уборку. Американец из штата Кентукки взялся расчищать снег в костюме тираннозавра. Оставшись дома из-за непогоды, он поспорил с соседом, что сможет повеселить публику, сгребая снег в необычном костюме. Наряд Рекса мужчина купил для Хэллоуина. Такая неординарная уборка сразу же стала хитом интернета. Ролик уже просмотрели более пяти миллионов человек. Ну вот вы узнали и самые главные, и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Теплого вам вечера, несмотря на капризы природы.